Давайте Богу вас дадим аплодисменты, всю славу. Давайте будем богословлять. Прибудьте в мире. Вы миссионер, который спасет весь мир. Вы унаследуете эту землю. Спасибо за благодатное прославление. Действительно, вот это время богослужения, вот, для этого надо сейчас все оставить. И необходимо, чтобы это богослужение стало таким, когда я связан Божьим Словом. Почему? Потому что только Слово является светом, спасающим мир. И желаю, чтобы через сегодняшнее Слово каждый из вас услышал Божий голос. Чтобы вы так хорошо, громко услышали Божье Слово, благословляя вас на этом. Вот каждый день в нашей жизни, вот, как только мы открываем глаза, начинается война, борьба начинается. И вот каждую неделю в нашей жизни, вот, действительно, если открыть глаза, то везде война идет, везде борьба. Поэтому Бог, Он нам, вот, на том месте, где мы находимся, Бог делает так, чтобы мы не потерпели поражение, но Он заранее нам дает Слово для победы. Это Второзаконие, книга Второзакония. Вот главная тема во Второзаконии, что, имея свидетельство Слова, «Входите в землю Ханан». Вот израильский народ, они были 40 лет в пустыне. Пока они шли по пустыне, было много всяких там происшествий происходило. Но, вот, уже напоследок, было Слово для них, перед тем, как они входили в Ханан. Это и есть книга Второзакония. И книга Второзакония, она упорядочивает все, что было в пустыне, а также, что необходимо делать. Вот та тайна Слова, за которой надо держаться, войдя в Ханан. Вот это все книга Второзакония. И до какой степени Бог говорит держаться за это Слово. Вот в 9 стихе можем это увидеть. Написано, сделай так, чтобы эти слова не выходили из сердца твоего. Берегись тщательно. То есть, Бог говорит, берегись, чтобы это Слово, оно не покинуло твоего сердца. И не только так, и не только со мной это связано, но поведай, то есть, передай о словах всех сынам твоим и сынам твоих. Вот, в 9 стихе написано, поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. То есть, здесь говорится о том, что необходимо нашим детям, нашим правнукам, учить о богослужении Богу. Вот об этом говорится здесь. Это действительно так. Вот. Только то Слово, которое Бог дает нам, оно является совершенным. И вот вы в своей жизни, вам необходимо всегда идти вместе с этим Словом. И вот необходимо, чтобы вы наслажались тайной, идти со Словом по жизни и все спасать. То есть, Бог, Он сотворил нас по своему образу. И вот вам необходимо каждый день наслаждаться вот этим действием, от того, что мы созданы по образу Божьему. Вот это называется «Жизнь веры». Вот этим необходимо каждый день наслаждаться. А также Бог дал нам кое-что, кое-что это такое неограниченное. Это душу. Душу, дух. Вот Бытие 2.7 сказано, «Сотворил Бог у человека из праха земного, вдохнул дыхание жизни и стал человек душой живой». То есть, вот этот дух жизни, который Бог вдохнул, говорится о Духе Святом. То есть, Бог дал нам Духа Святого. Поэтому, написано, «Человек стал душой живой». Вот другими Свами, вот говорится о том, что мы получили спасение. Вот это спасение. И вот, что самое, и вот, для нашей души тоже необходима пища. И что это за пища? Это Слово Божие. Поэтому, в Евреям 4.12 сказано, «Слово Божие живо». Вот почему вы пришли на эту землю? Для того, чтобы получить Слово, которое является живым. Что такое жизнь веры? Мы, держась за живое Божие Слово, мы выходим на место действия, чтобы побеждать. То есть, Божие Слово говорит, что Слово, оно живо, и оно проникает до разделения Души и Духа, составов мозгов. То есть, о чем здесь говорится? Вот это Слово, оно оживляет Дух, Душу, составы, мозги. То есть, имеет такую силу оживления. Поэтому, нам необходимо, достаточно держаться за вот это совершенно Божие Слово. То есть, Слово Божие, это пища, которую Бог дала для нашей жизни. И с этим Словом необходимо всегда идти. Давайте будем говорить, «Всегда идите с совершенным Божьим Словом». Давайте еще расскажем. «Всегда идите с совершенным Божьим Словом». Пища для нашей Души — это Слово, потому что в этом Слове есть жизнь. И вот с вот этим Словом необходимо всегда идти. Идти как свидетель, благовестник, который спасает мир. Я благословляю, чтобы вы могли побеждать. И для того, чтобы мы могли всегда идти с этим совершенным Божьим Словом, первое, нам необходимо каждый день проживать новой благодатью. Это пункт номер один. Бог каждый день дает чадо Божьему Слово. И поэтому мы каждый день должны проживать с новой Божьей благодатью. Вот посмотрим, разоконит чертовый первый стих. Итак, Израиль. Сказано «Израиль». Вот в Библии всегда, когда есть какое-то важное слово, сказано «Бог говорит такому-такого-то Слово». Слово Слово. Затем «такое-то Слово сошло на такого-то». То есть Бог уже дал израильскому народу Слово. Но в четвертом главе первом стихе сказано «Израиль». Слушай, зачем Бог опять дает Слово «Израиль»? Потому что не должно было не остаться ни одного человека, который не получил бы каждый день новую благодать. Каждый день я хотел получить новую Божьую благодать. Поэтому это нам с вами необходимо каждый день. Вот мы сегодня с вами уже прославляли. Сказано, что «Бог приблизь меня ко Христу каждый день». То есть, да, конечно, спасибо Богу за вчерашнюю благодать, но и сегодня Бог, Он призвал нас, чтобы дать нам новую благодать. Поэтому каждый день нужна новая Божья благодать. Каждый день, каждый день надо приходить перед Христом. И вот особенно вот эта вот благодать на каждый день, она начинается со Слова. Поэтому прежде, прежде чем что-либо делать, прежде, чем начать день свой, прежде, прежде чем начать новую неделю, прежде необходимо получать Божье Слово. И вот для того, чтобы прежде получать Божье Слово, как надо поступать? Первое, необходимо остановить свои мысли. Вот много людей, вот, вот они вроде бы сидят на месте, слышали Слово, но они постоянно думают о чем-то и на эти мысли получают Божье Слово. Послушайте, время принимания, время принятия Слова, это война. потому что Сатана постоянно мешает нам принимать Божье Слово, потому что знает, если мы получим Божье Слово, мы будем одерживать победу. Поэтому он атакует, чтобы мы не получили правильное Слово. И что он делает? Чтоб мы своими мыслями получали Слово. То есть, если я принимаю своими мыслями Слово, значит, то Слово, которое совпадает со мной, принимаю, то Слово, которое со мной не совпадает, не принимаю. То есть, он может сказать, как дети, знаете, вот детям нравится что-то, принимает, не нравится, не принимает. Послушайте, мы не принимаем Божье Слово своими мыслями. Необходимо так, чтобы я мыслями ухватился за Божье Слово. Поэтому мы говорим о запечатлении. Поэтому мы говорим, что Слово надо менять свои мысли. Вот об этом здесь говорится. То есть, нельзя своими мыслями принимать Божье Слово. Необходимо, чтобы Божье Слово стало моими мыслями. Вот это важно. Вот, вы пришли сюда на богослужение, и иногда так же само преподносить богослужение. Вот, во время богослужения много мыслей, и люди принимают Слово. Поэтому в жизни веры, хоть как-то кажется, что усердно ведут веры, а что-то не получается. вы посмотрите 1 Коринфянам 15-31. Павел говорит, я умираю каждый день. То есть, прежде чем получить Божье Слово, Павел говорит, я каждый день умираю. Вот Иисус Христос, Он так же самое. Он сказал Своим ученикам. То есть, вы посмотрите, Матфея 16-2. Матфея 16-24, что «Кто желает следовать за Мною, отвергни себя, возьми свой крест, следуй за Мною». Послушайте, вы люди, которые уже во Христе, поэтому не обманутесь самими собой. если вы человек, который во Христе, но если вы не человек, который во Христе, тогда надо свои планы строить, надо поступать по своим мыслям. Но если я человек, который во Христе, тогда собой обманываться не надо. Послушайте, но неужели я не могу что-то из-за самого себя? То есть получается, что мне необходимо брать ответственность за себя? Я не могу брать ответственность за себя. Поэтому Бог, Он совершенную ответственность берет за меня и родит его послала Христа. И этот Христос со мной сейчас словом пребывает. Словом Он со мной пребывает. И не просто словом, а пребывает со мной совершенным словом. Поэтому совершенным словом необходимо постоянно идти, двигаться, жить необходимо. И вот этим было с вами наслаждаться. Поэтому не слушайте просто так очередную проповедь. Необходимо проповедь в проповеди услышать Божий голос. Проповедь слушать, как Божий голос. Вот ранняя церковь, она находилась в трудностях, и есть тайна, как они победили это все. Деяния 2.42 пребывали в учении апостола. В общении, в преломлении хлеба и в молитве. Но среди этих четырех, что самое важно? Они пребывали, то есть получали обучение апостолов. Послушайте, ранняя церковь, они не слушали проповедь. Но если посмотреть на то, что они общались, форум проводили, это говорит о том, что они принимали Божие скулы как Божий голос. Поэтому хоть поэтому хоть ранняя церковь и была гонима, была убиваема Римской империей, они выставили и победили. Если посмотреть 1 Фессалоникийца, 2.13, то сказано, вот, сказано, что вы Слово Божие не принимаете как человеческое Слово, а как Слово Божие. То есть вы принимаете Божие Слово. Но это не человеческое Слово, это Слово Божие, которое действует в вас, верующих. Это действительно так. Если я буду слушать Слово как Божие Слово, тогда это Слово, вне зависимости от моего уровня, оно будет действовать внутри меня. Поэтому каждый раз, когда вы слушаете Слово, вот проповедующий классно говорит, дело не в этом. Если я буду принимать Божие Слово как Божие Слово, тогда душа моя живет, и тогда жизнь моя живет. Почему так? Потому что время, когда мы с вами слушаем Слово, это время, когда действует Дух Святой. Когда действует Дух Святой? Когда мы принимаем Божие Слово. Вот сейчас, возможно, есть люди, которые долгое время уже ведут жизнь веры. Вот вы сейчас посмотрите на вашу жизнь веры. Вот когда было тяжело. Вот. За что вы, держась, вот вы побеждали? Вот если посмотреть на мою жизнь веры, которая уже прошла, я вошел в Слово. Странно, но Бог, Он действовал во всем, Бог, Он вел меня, и Бог, Он проявлял свое действие. То есть мы можем так исполнять. У тебя тоже, я когда смотрю на свою жизнь, вот, время, когда я силу получал, благословение получал, это когда было? Не то, что когда я что-то усердно делал, а когда я получал благодать от Божьего Слова. То есть я просто получал Божье Слово, и всегда был на этом месте, и тогда Бог, Бог, Он, вот Он все двери открыл. Вот я вот это увижу. Вот, смотрите, мы смотрим на Бога, мы получаем Божью благодать. Тогда кто действует? Бог действует. Вот это есть принцип жизни веры. А люди, которые этого не знают, они думают, надо что-то усердно делать. Это не так. Послушайте, получайте благодать. И вот в это время, когда вы получаете благодать, и Бог, Он действует. Потому что, когда мы принимаем Божье Слово, происходит действие Духа Святого. И когда мы принимаем вот это Слово, что происходит? Проявляется сила творения. Бытие 1.1 Написано, «Вначале сотворил Бог небо и землю». Иоанна 1.1 Вначале было Слово, Слово было Бога, Слово было Бог. И Бог и сейчас действует Словом. Поэтому, когда я принимаю это Божье Слово, вне зависимости от меня, в моей жизни происходит действие творения. Поэтому, когда я принимаю вот это Слово, вот, ну вот, мы же сегодня с вами прославляли, это Слово, это Жизнь. И вот это Слово, это Свет. Поэтому, когда мы держимся за Слово, Жизнью и Света, тогда происходит действие. И это, если я держу за Божье Слово, Жизнь, Обещание, тогда в жизни веры будет моя проявляться жизнь. Время с вами, Слово это, оно живое, оно действует, оно проникает до раздвления души и духа составов и мозгов. Вот, вот такое Слово мы получаем. И вот, если вы держите за Божье Слово и молитесь, и тогда действует Дух Святой, тогда что будет? Послушайте, тогда, во время богослужения, все будет восстанавливаться. Правильно? Это так. Вы понимаете, насколько вообще великое благословение, благословение, богослужение? В это время все восстанавливается. Это время богослужения. И душа моя, и дух мой, и даже плоть моя, составы мозги, все восстанавливается во время богослужения. Поэтому нам через богослужение необходимо держаться за Божье Слово и молиться. И тогда, вот я войду в новую Божью благодать. И каждый раз, когда буду входить в новую благодать, каждый день, и буду этим наслаждаться, как результат, что выйдет? А, действительно, только Христос. Вот, послушайте, вот если вы будете наслаждаться только Христос, тогда выйдет исповедник, а, только Христос. И тогда вы исповедуете, как Павел, что все знания, драгоценности, все сокровища во Христе, вы это сможете для себя открыть. Вот, вот Библию можно одним словом ее, одним выражением характеризовать. Ветхий Завет, грядущий Христос, Новый Завет, пришедший Христос. Новый Завет только о Христе говорит. Конечно, в Новом Завете есть и чудеса, и все, но это не цель написания Библии. Цель написания Библии для того, чтобы только Христос, который является разрешителем всех проблем, был нам провозглашен, чтобы мы поняли этого. И для этого объясняется все Библии, события, вот, Библия, события, все ситуации, в Библии. Поэтому достаточно только Христа. Христос, Он пришел истинный, как истинный царь и разрушил голову сатаны, которая нас приводит в наши жизни поражения через 12 проблем. Поэтому сказано, что, сатана, сатана, как Бог в этом мире, как Князь этого мира, Он сейчас всех неверующих тянет к поражению, и даже верующих тянет к поражению. Поэтому вот когда сатана, когда действует, люди находятся в 12 проблемах. И вот этого сатану победил Христос в голову. И пришел Христос как истинный священник, потому что на этой земле есть проклятие. Послушайте, из-за греха пришли проклятие и бедствия на эту землю. И вот мы не можем решить эту проблему с греха, проклятия и бедствия. Поэтому Христос через смерть на Христе, я должен был понести эти проклятия, грехи. Но Он понес и разрушил. Поэтому сказано, Римлян 8.2 избавил нас от закона греха и смерти. И жизнь человека какая? Человек живет как на фоне ада и идет в ад. Почему? Чем дольше живешь, тем тяжелее. А потому что живу на фоне ада, поэтому тяжело. А Христос пришел как истинный пророк и разрушил. Он закрыл двери ада и открыл кустрючу с Богом. А это Яна 14.6. Я из путь истинная жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Вот слово так нам говорит. И сегодня, через это слово, за что нам необходимо хватиться? За только Христос. И когда мы будем держаться за только Христос, когда прийти нас будет действовать Бог, и каждый день через слово буду получать новую благодать. Поэтому мы с вами пели, да? Бог, приблизь Мне, приблизь, еще ближе ко Христу. То есть, я благословляю, что вы наслаждались этой жизнью верой, когда каждый день вы получаете новую благодать через Христа. Во-вторых, это слово на местах действия, его надо проверить. То есть, Божье Слово — это то слово, которое на местах действия необходимо проверить. И когда мы проверяем Божье Слово на местах действия, как оно свершается, вот это из же сферы. Что такое же сферы? На местах действия мы видим свершение Божьего Слова. Вот это из же сферы. И вот мы тоже сегодня об этом видели. Второзаконие 4.1 Сказано, «Дабы вы пошли и унаследовали ту землю». То есть, необходимо было держать за Божье Слово идти на место действия. То есть, чадо Божье, которое держится за Божье Слово идти на место действия, видит всемирную евангелизацию. И второй стих. Второзаконие 4.2 «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте этого». Послушайте, вот это необходимо на наших местах действия. Не прибавляйте к Божьему Слову ничего. Вот Иоанн Каллин, Жоанн Каллин так сказал, «Если Слово Божье идет, иди. Если Слово Божье стоит, стой». Вот необходимо, чтобы вот Слово Божье на месте действия нашим, к Нему ничего прибавлять не надо. То есть, каждый раз, когда происходит что-то, важно Бог дает Слово. Не важно, на каком месте действия вы находитесь, если вы важный Божий человек, тогда Бог дает вам Слово. И к этому Слову ничего не прибавляйте. Вот если посмотреть Псалом, то Давид, он, вот он хоть и был царем, но он говорил, «Господь мой царь». И когда он был на пастбище, он говорит, «Господь пастор мой», хоть сам был пастором. Вот когда он был воином, он говорит, «Господь мой щит, Господь моя защита, удержище, Господь моя крепость». Что это значит? Давид, он наслаждался действием Божьего Слова в своей жизни вера. Вот это же сфера. Когда он был на пастбище, он говорит, «Господь пастор мой». Когда он был царем, он говорит, «Господь царь мой». Когда он был воином, он говорит, «Господь моя убежище, крепость моя». То есть, он видел действия Слова Божьего. Которая свершалась в его жизни. И вот он исповедовался об этом. Вот это же сфера. Евреям 14 сказано, «Да приступаем к благодати, к престолу Божьему, к престолу благодати». Поэтому вы не обманывайтесь. Люди так, так говорят. И бывают, кажется, люди что-то такое великое говорят. Но в итоге все их слова, они меняются. И они улетучиваются, как красота этого мира. То есть, кажется, что-то важное говорит, а потом смотришь, это слово же не такое. Вот посмотрите, вот посмотрите, Исайя 40, давайте вместе, Исайя 46, если прочитаем, голос говорит, «Возвещай, и сказал, что мне возмещать? Всякая плоть, трава, и вся красота ее, как цвет полевой». Седьмой стих. «Засыхает трава, увядает свет, когда дунет на него дуновение Господа». Так и народ трава. Восьмой стих. «Трава засыхает, свет увядает, а Слово Бога нашего да прибудет вечно». Послушайте, Слово Божие, оно вечное. Трава засыхает, свет увядает, то есть, какая бы ни была красивая трава, цветок, все увядает. Поэтому в этом мире оно все проходящее. А что вечное? Только Слово Бога нашего. Поэтому вот вы, особенно когда вы принимаете Божие Слово, не просто так принимайте его. Вот с каким-то, как-то его изменить, прибавить. Ну, принимайте просто так, как оно есть. Вот как оно есть, так и принимайте. Вот знания в этом мире надо избирательно принимать, потому что слишком много знаний и много неправильного. послушайте, нельзя просто так, как есть, принимать Божие Слово. Слово, вот, я прошу прощения, знание этого мира. Но Слово Божие, оно совершенное, поэтому принимайте его так, как есть. И тогда вот это Слово станет для меня светильником, светом для ноги моей. То есть, вот когда темно, легко упасть, легко удариться обошвы. то когда есть свет, вот легко иду. Вот это самое, принимайте вот это Слово, как оно есть, и тогда вы будете одерживать победу в вашей жизни веры. Я благословляю вас на это. Если мы с вами посмотрим второзаконную четвертую главу, третьей, четвертой стихи, где сказано про Ваал Фигора. Написано, те, которые следовали за Ваал Фигора, они и всех Господь истребил, а все, кто прилипились к Господу, живы до ныне. Значит, Ваал Фигор, это был вот такой злой царь. Значит, а почему он Ваал Фигор? Потому что Ваал вообще это был пророк, который проклинал израильский народ. То есть, вот был царь Ваал, Фигор, а вот этот пророк, который был у него, это был Ваал. И вот они оба проклинали израильский народ. И вот поэтому они проклинали. И вот Бог, было Божье Слово к этому Ваал Фигору. Неужели ты хочешь, чтобы я проклял Израиль? Но он не понял этого. И вот этот Ваал, он тоже не мог понять Божьего Слова. Почему они не могли понять Божье Слово? Потому что они не могли услышать из-за тех мыслей, которые уже были внутри них. Послушайте, люди не слышат, слушают, но не слышат Божье Слово, если связаны своими мыслями. Поэтому запечатленное внутри меня это странно. Это страшно. А вот то же самое, мы слушаем Слово с вами, выходим за стены церкви и забываем, какое было Слово, через несколько дней забываем. Почему так? Почему? Потому что слишком много внутри меня, уже много запечатленного. Поэтому Слово Божье хоть и вошло, но быстро уходит. Поэтому потомки важны. Что происходит? С самого детства Слово Божье вошло. Потому что если с самого детства войдет Божье Слово, тогда вот вот это слово, оно будет менять детей и дети все чаще будут исповедовать слово вера. У тебя говорила в прошлый раз, что каждое воскресенье вот есть люди, которые приходят в мой офис и вот однажды ребенок один пришел, реально что-то сказал там, поговорили мы с ним, а потом из-за него начали приходить другие дети и сейчас каждое воскресенье в мой офис приходят дети. И вот этот ребенок и вот этот ребенок он уже стал говорить такие важные вещи. То есть иногда он говорит воскресное Слово, он говорит не воюйте не нужно войной. То есть это было Слово, которое было несколько недель назад или потом говорит а вот это Бог не любит. И я чувствую а точно действительно это ремнант. Послушайте, бывает такое, что мы получаем обучение долго, а Слово Божьего нет в моем сердце, а ремнанты дети, они чуть-чуть послушают Слово, оно войдет в них и сразу же у них выходит исповедание веры. И вот этот вау пророк значит он был пророком, но не смог услышать Божье Слово и был связан своими мыслями. Поэтому я желаю, что вы как следует получали Божье Слово и тогда вы сможете преуспеть в вашей жизни веры. Вот, Петр перед тем, он тоже принял Божье Слово, а потом стоял перед религиозным судом. Какое это было слово, которое он исповедовал? Деяние 4.12 Ибо нет другого не поднимал данного человека, которому надлежало бы нам спастись. Петр, который и Иоанн испытали Божье Слово, они перед вот этим религиозным судом, они что исповедуют? Деяние 4.12 А если вы посмотрите Деяние 4.19 Петр и Иоанна говорят, судите, справедливо ли нам перед Богом слушать вас более, нежели Бога. То есть настолько Слово Божье в них запечатлелось. Вы тоже прежде всего получайте Божье Слово. Принимайте и кассири Божье Слово. Не беспокойтесь. Прежде думайте как об этом говорит Божье Слово. Сначала узнайте, а потом поступайте. И вот поэтому Бог всегда нам дает Слово. Если вы действительно будете ждать Божье Слово, вот Бог, представьте, Он даст вам Слово заранее, чем вы даже начнете беспокоиться о чем-то. Посмотрите, Матфея 10.19, Бог отправляет учеников подвоя на места действия, и Он заранее им говорит, когда будут предавать вас, не заботитесь, или что сказать, как и что сказать, ибо в тот час будет вам что сказать. то есть Бог знал, что заранее учеников будут передавать, но Он говорит, не заботитесь. Почему? Потому что тогда будет вам что сказать. Поэтому вы не беспокойтесь, беспокойтесь. То есть так же самое, Бог, прежде чем мы даже будем о чем-то беспокоиться, Он уже нам Слово дает заранее. Поэтому нам прежде на месте действия необходимо держаться за Слово. Вот у меня тоже бывает такое, что вот из меня выходит что-то, я думаю, ничего себе, вот как из меня вышли такие слова. А потому что до этого я размышлял над этим Словом. Поэтому в любом случае, с чем бы вы не столкнулись, Бог заранее дает Слово Божие. Поэтому держите за Божие Слово. Если не принимать Божие Слово как приоритет во всем, тогда потом будут трудности. Поэтому вы не слушайте сначала слова людей. Свои мысли тоже не держитесь. Не надо делать расчеты. Прежде получайте Божие Слово. 2 закона 4.14 А вы прилепившиеся к Господу Богу вашему живы все до ныне. Написано прилепившиеся к Господу до ныне все живы. Послушайте, тот, кто не оставляет Божье Слово, он до самого конца будет жив. И 5 стих. Вот я научилась постановлением и законом, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которой вы вступаете, чтобы овладеть ее. Поскольку с самого начала держится Божье Слово, не просто будучи, а написано овладей эту землю. То есть вот в шестом стихе сказано даже храните и исполняйте дабы в адр мудрость перед глазами других народов была велика, что другие скажут этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Шестой стиль. Поэтому вот в седьмом стихе также ибо если какой великий народ которому Бог был столь близки как близок к нам Бог наш когда не призовем ее. Что это значит? То есть те кто следует за Божьим Словом они испытают Божью силу что и восьмой стих если какой великий народ у которого были бы такие справедливые постановления и законы как весь закон сей который я предлагаю вам. Я подытожу Божье Слово. вот сейчас эпоха когда еще больше надо Божье Слово. Послушайте сейчас эпоха когда надо еще больше Божье Слово. Почему? А потому что на этой земле мы уже прям видим проклятие и бедствия которые происходят. Послушайте дальше еще будет серьезнее. То есть на такой степени что мы вот сейчас много мест действий где мы прям видим проклятие и бедствия. Вот сейчас корона есть а потом будет еще что-то другое. До такой степени что мы это прям все видеть будем. И вот Библия уже об этом пророчестве другими словами. На этой земле на этой земле постоянно в безосновке будут появляться проклятие бедствия. сейчас эпоха которая нам действительно надо еще больше Божьего слова. То есть вы посмотрите деяние то Павел он идет в Рим но Павел он уже знал что его спать там. и вот Павел значит он проповедует одному политику политику и там был один пророк. Но когда Павел начал проповедовать вот этот политик он больше поверил словам Павла нежели тому пророку гадателю. Это о чем говорится что в любом любой сфере нужно Божье слово еще больше. Поэтому что необходимо делать каждый день каждую неделю держаться за Божье слово. Каждый момент начать с Божьего слова. И тогда это слово меня спасет мою семью местодействия и потомки потомков. Вот будут такие свидетельства которые я увижу. Поэтому необходимо каждый день все начинать с Бога который дает мне слово. Я областно что вы вели такую жизнь вера. Бог спасибо тебе за совершенное слово. За то что мы можем идти с этим словом. Сделай нас благовестниками которые спасают этот мир. Пусть все наши верующие церкви станут такими благовестниками. Молюсь благодарностью имени Иисуса Христа. Аминь.